Как и чем живет Россия за пределами столицы? Исследования на эту тему недавно были проведены по заказу Минсельхоза. Специалисты собрали и изучили все доступные данные и выяснили, где не хватает школ и больниц, где страдает качество дорог или их вовсе нет, где не хватает рабочих мест и какой доход. А как оценивают уровень жизни жителей Верхневолжья? Съемочная группа нашего телеканала вышла на главную улицу города, чтобы поинтересоваться у граждан, какие они видят плюсы и минусы жизни в небольшом городе. Вот что они рассказали нашему корреспонденту. Есть Москва, есть остальные регионы по всей стране, да, такие проблемы. Опять-таки социально-культурная сфера, можно с этим тоже что-то сделать. Детские сады, школы, как бы как увеличиваем рождаемость, на ней увеличиваем, да, какие-то такие вот моменты. Снег убирают, лед откалывают, чтобы мы не падали, песком сыпали, машины улицы чистили, в магазинах продукты есть, да, все нормально. Служивание хорошее, люди очень хорошие. Плюсы в том, что город маленький и, собственно, можно много информации получить очень быстро, за короткий срок. Минус в том, что вроде бы близко к Москве, а, честно говоря, инфраструктура не сильно развита.